Общественная палата Ленинского района была создана 31 января прошлого года. В ее составе 21 человек, представители инициативных групп, общественных организаций, неравнодушные люди. За прошлый год состоялось несколько заседаний с участием в том числе и главы района. Проводились выездные совещания. Общественникам удалось добиться положительного решения по нескольким обращениям жителей. Об этом и о том, как будет строиться работа независимого коллегиального органа в 2014 году, в нашем первом сюжете. Общественная палата Ленинского района работает в течение года. За это время решен ряд важных для населения вопросов. И один из основных, по мнению председателя коллегиального органа, организация работы детской поликлиники. Руководство поликлиники, скажем так, услышали нас. И на данный момент уже больше половины всех замечаний в работе поликлиники уже устранены. Кроме того, при вмешательстве общественной палаты и представителя уполномоченного по правам человека по Московской области в Ленинском районе, решена проблема жителей деревни Петрушина, которые на протяжении нескольких лет не могли добиться проведения газа к своим домам. В течение года работает комиссия и по сохранению усадьбы Тимохова-Саласкина. Благодаря проведенной работе компания «Даверна» изменила первоначальный план застройки территории. Вместо трёх высоток появится два жилых дома. Усадьба должна вернуть свои исторические границы. Сейчас это три гектара. Вся территория усадьбы – это 9,4 гектара. И считаем, что она должна возобновиться в своем первоначальном виде. Это основная цель нашей рабочей комиссии, то, о чём мы пришли к заключению. Муниципальная общественная палата, несмотря на короткий период работы, сумела доказать свою значимость и стать полезной жителем. Общественный палат Ленинского муниципального района действительно стал реальным институтом общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Принимает, анализирует и направляет необходимые решения, просьбы о проблемах района и города. Одна из важных тем состоявшегося заседания – совершенствование механизмов формирования общественных муниципальных палат. Об этом говорил губернатор Московской области на заседании Высшего совета в декабре прошлого года. На сегодняшний день процесс переформатирования независимого коллегиального органа уже запущен. Изменится порядок его формирования. Кандидатов станут утверждать в равной степени губернатор Московской области, региональная общественная палата и советы депутатов районов. То переформатирование общественных палат, которое проходит, оно предполагает привнесение пользы в этот процесс. То есть более широкое вовлечение жителей в процесс общественного контроля за деятельностью местной власти, региональной власти, федеральной власти, то есть всех уровней власти. С 10 февраля начался сбор заявлений и документов от лиц, которые хотят войти в состав муниципальных общественных палат. Обсуждение кандидатов будет повсеместное, то есть жители сами будут решать, кого они хотят видеть в составе палаты. Состав общественной палаты Ленинского района определён в 30 человек.